Всем снова привет! Я сегодня снимаю видео, также ответы на вопросы. После последнего видео задавали некоторые вопросы. Сейчас я хочу на некоторые из них ответить. Не знаю, хватит мне времени вообще или нет, потому что камера уже разряжалась, и я её заряжала. Не знаю, насколько хватит заряда. Знаете ещё что? Многим кажется, что я слишком молода, чтобы рассуждать об отношениях. Вообще о мужчинах. Я хочу сказать так, у каждого человека в своём определённом возрасте есть что сказать. Поэтому если вы не разделяете мою точку зрения, это не значит, что она ошибочна. Это значит, что у вас была другая жизнь. Это значит, что вы на другом этапе сейчас. Вы не принимаете мои рассуждения. Так же, как и я потом вырасту и буду рассуждать совсем по-другому. И те люди, которые будут рассуждать так же, как я сейчас, мне тоже не будут нравиться. Это жизнь. Не поверите, я сегодня думала, что даже не смогу снять, было так пасмурно. Но в 5 часов вечера голубое небо и немного тучек. Вообще красота. Так, первый вопрос, на который я бы хотела ответить. Вот интересный вопрос был, что делать, если очень нравится определённый мужчина, но он не хочет отношений. Иногда проскакивает какое-то внимание от него. И вроде бы есть надежда, а потом оказывается, что он относится ко мне как к сестре, подруге. Смотря какие знаки внимания проскакивают. Они тоже бывают разные. Если это просто забота, то это не значит, что от вас у него трепещет сердце. И вы какие-то чувства у него вызываете. Я думаю, стоящими знаками внимания должно быть как раз то, сколько вы проводите времени вместе. Как он вообще относится к вам. Есть ли уважение к вам. И может быть намёки были какие-то. Если это всё присутствовало, то, скорее всего, вы ему нравитесь. Но хотя, если вы пишете, что в другие моменты кажется, что он относится к вам как к подруге. Здесь сложно сказать, не зная ваших отношений. Окей, скажу так. Если вы наблюдаете решительные какие-то поступки с его стороны. Допустим, дорогие подарки какие-то. Может быть, он вводит постоянно вас куда-то именно за свой счёт. Я не знаю, мужчины бывают такими. Может быть, вы проводите времени больше наедине у него дома, у себя дома. Меньше проводите с друзьями времени, больше с друг другом. То значит, есть какие-то чувства. Ну, не просто же он с вами общается из-за того, что ему не с кем общаться. Правильно? Если нет никаких таких знаков внимания, и он пару раз сказал, что вы красивая, это ничего ещё не значит. И не нужно себе надумывать ничего. Просто присмотритесь. Перед тем, как вы будете присматриваться, откиньте все свои чувства и взгляните на него просто как на человека. Действительно, вот взвесьте все за и против, вообще нравится он вам или нет, как он ест, как он в носу колупается, что он, как он делает. И вы сразу поймёте, во-первых, ваш человек, не ваш человек, и, во-вторых, как он к вам относится. Ещё есть, конечно, варианты создать какую-то экстремальную ситуацию, типа вы порезали палец, я не знаю, там ещё что-то, но мне кажется, это через чур. Есть у меня подруги, которые прибегают к таким способам. Но вам я такой способ не очень советую. Второй вопрос. Мужчины перестали добиваться женщин, как тогда быть счастливой? Вы серьёзно? Что можно сказать на это? Наверное, только то, что женщины зажрались. Потому что женщины сейчас избалованы так, как и мужчины, и все на друг друга льют дерьмо, как мужчины на женщин, так и женщины на мужчин. И как раз-таки это первая ошибка, не нужно так делать. Когда вы с потенциальным своим молодым человеком, либо дамой проводите время, то не нужно лить грязь на свою бывшую, на свои какие-то прошлые отношения. Можно об этом говорить, и можно какие-то курьёзные ситуации рассказывать. Но конкретно изъясняться, что он козёл, он не испортил жизнь, он такой-сякой. Понимаете, любой новый человек в вашей жизни, он будет настороженно относиться к вам после таких слов. И что значит добиваться? Вы принцесса, чтобы вас добиваться. Вы кто вообще, чтобы вас добиваться? Вы что сделали для того, чтобы вас добились? Вот давайте начнём с этого. Допустим, я когда познакомилась со своим молодым человеком, это было вообще так мимолётно, и мне казалось ненадолго, и всё в таком духе. Я не строила там никаких иллюзий, не считала, сколько мы детей заведём, ничего такого не было. Ну куда солнце пропало? Но мы до сих пор вместе, и давайте начнём с того, что не нужно жить грёзами. Я хочу богатого, уже состоятельного хахаля. Что ты можешь ему дать, кроме одного? Вот скажи мне, что? Ничего. Рано или поздно даже это одно ему наскучит. Он поменяет тебя на какую-то другую. Та, которая даст ему это что-то. И с другой стороны, быть независимой, такой мне никто не нужен, тоже не вариант себя так вести. Я считаю, такой феминизм нафиг не нужен. Просто для того, чтобы быть счастливой, нужно, во-первых, стать счастливой. А потом уже вы найдёте и притянете к себе того человека, который вас будет ещё больше делать счастливой. Не бывает принцев на белых конях или на белых ягуарах. Не бывает такого. Бывают такие сказки в жизни, но опять же, это не те сказки. Мне многие девочки рассказывали, как они познакомились со своим мужем, как и что. Но опять же, никто не будет вам рассказывать каждую мелочь. Какие у них были моменты и курьёзы, и неурядицы. Поэтому всё и выглядит по их рассказам как сказка. Но на самом деле, поверьте мне, так ни у кого не бывает. У каждого бывают свои недостатки в отношениях, в знакомствах. Знаете, я замечала такую тенденцию ещё с самого своего девичества. Когда я очень хотела познакомиться с кем-то, иметь какие-то отношения, да, как мои, допустим, знакомые, подружки. У меня никогда этого не было. Я хоть и стремилась к этому, и знакомилась, но мне то не нравился никто, то я не нравилась. Так было всё время. Пока я просто не забыла об этом, не ушла в дела какие-то, да, не избавилась от этой навязчивой идеи. Тогда ко мне просто всё свалилось на голову, можно даже так сказать. Я к чему веду? Не нужно просто делать из этого какой-то культ, не нужно стремиться к этому. Поэтому это не должно стать вашей целью или целью всей вашей жизни. Есть некоторые странные вопросы. Например, как быть счастливой. Некоторые говорят, можно думать о счастье, и тогда ты притянешь, соответственно, это счастье и будешь счастлив. Немножко сомневаюсь в этом. Я считаю, нужно в себе сначала разобраться, покопаться, всё расставить по полочкам. А потом, когда вы уже осознаете, чего вы вообще хотите в жизни, и вы начнёте стремиться к этому, идти к этому, вы будете счастливой, потому что вы идёте к своей какой-то мечте. Вы делаете то дело, которое вы хотели, которое вам нравится. Я считаю, это счастье. Заниматься тем, что вам нравится, что вам приносит удовольствие. И если это ещё приносит деньги, то втвойне, втройне даже классно. Иметь человека рядом, который может поддержать тебя, с которым тебе не скучно, которого ты любишь, и он тебя любит, это тоже счастье. У каждого оно своё. Я не знаю, какое вы хотите счастья для себя. Иметь кучу шмоток, как Дашка твоя подружка, это не счастье. Ещё тоже странный вопрос. Веришь ли ты в чудеса? В детстве верила именно в чудеса, чудеса чудесные. Сейчас я верю больше не в чудеса какие-то детские, да, там Дед Мороз, Снегурочка, бла-бла-бла. Я верю больше, наверное, в какую-то, не знаю, силу вселенной. Больше в это я верю. Можно это интерпретировать как чудеса. Когда люди болеют, потом выкарабкиваются, да. В силу любви какой-то, да, в силу жизни я верю. Вот это для меня чудеса, и я в них верю. Так, ещё один вопрос из странных. Странные решения в жизни, из-за которых моя жизнь кардинально изменилась. Знаете, я думала над этим вопросом, причём не один день. И что-то глобальное я такое не могла вспомнить. Какие-то мелкие решения, из-за которых менялась моя жизнь. Да, такие были. Но чтобы это было чем-то таким масштабным и глобальным, я не знаю, наверное, Когда я познакомилась со своим молодым человеком, мы встречали рассвет. После встречи рассвета купили кока-колу выпить, и он забрызгал свою футболку. И я её решила взять домой постирать. Не знаю почему. Вот не знаю абсолютно. Он у меня после этого очень много раз спрашивал, почему я так поступила, зачем я вообще так сделала. И чтобы впечатлить его, нет, абсолютно нет. Вот просто было какое-то такое отношение к нему тогда, как будто мы знакомы давно, я не знаю. Но его это тогда очень сильно впечатлило. После этого он решил мне позвонить. Мало того, что футболку забрать надо, так ещё и повод встретиться. Это тот поступок, который изменил мою жизнь, потому что моя жизнь изменилась кардинально на 10 лет вперёд. Так, последний вопрос, наверное, на который я отвечу. Как не чувствовать себя разбитой по утрам и вообще? Даже со временем это не проходит. Во-первых, я с утра вообще тяжело раскачиваюсь, просыпаюсь. Молодой человек прибегает иногда к таким изощрённым способам будить меня, что мне уже становится страшно. Как я раскачиваюсь, я просто встаю и иду и делаю всякие дела. Мне очень тяжело это, мне это до боли тяжело. Вот именно реально боль в конечностях, в костях. И мне кажется, я вообще умираю. Тьфу-тьфу-тьфу. Нет, не умираю я, конечно, но ощущения иногда такие. Да жутки, не люблю ранние подъёмы. Я сова и для меня это ужасно, просто ужасно. У меня вообще гиперактивность именно ночью. 12 пробило и я превращаюсь просто в юлу. А утром я вялая какашка, а он гиперактивен. Причём у него это вот по щелчку пальцев происходит. А я так не могу, вот просто убейте меня. Я не могу и всё. Для меня это такая истерика. А если меня ещё раз будет не так, как я хотела или что-то меня взбесит с утра. О, всё, это плохое настроение, чуть ли не на полдня. Вообще тяжёлый я человек. Ужасный человек. Что мне помогает раскачиваться? Знаете, есть такие моменты, когда я ночью гиперактивна. У меня много мыслей, планов. Я иногда пытаюсь в телефон записывать их, если вообще не могу уснуть. Иногда я просто строю планы какие-то, допустим, на съёмку видео. Либо какие-то планы строю куда-то сходить, что-то поснимать, что-то сделать, что-то приготовить. Как-то с пользой провести время. И я заметила, что тогда я просыпаюсь утром как-то поживее. Потому что я зарядилась ещё с ночи именно вот этими вот зарядами бодрости от моих задуманных планов. Когда я засыпаю просто, то утром я не могу встать просто. Если бы было всё так просто. О, как красиво, какие облака. Просто, может быть, начните планировать что-то на следующий день. Либо есть варианты будить себя кофе, холодным душем. Ну, не прям холодным, а контрастный душ, да. Устраивать себе по утрам. Я ещё раньше, знаете, что делала? Умывалась холодной водой. Именно вот холодной ледяной водой с утра. Когда я не могла расчухаться, мне нужно было идти на работу. А так как вы уже знаете, что я очень по утрам тяжело встаю, но это нужно было делать. Особенно, когда нужно было в 4 утра вставать, то я холодной водой умывалась. Причём так жёстко, именно долго, пока не разлепятся глаза мои. И то ничего там нигде не разлеплялось. Просто это помогало привести себя в чувства. И потом я чапала на кухню, делала себе завтрак, ела, смотрела YouTube. И как-то, само собой, я приходила в чувство, ну это так долго! Я вставала специально всегда задолго, заранее, если так можно вообще сказать, чтобы мне хватило времени раскачаться. У меня уходило иногда час, полтора, иногда полчаса, если я просыпала. Но если у вас депрессия, это уже другой разговор. Если вы не можете с утра раскачаться, и депрессия, это разные вещи, абсолютно разные. Найдите себе какую-то цель. У вас, наверное, нет никакой цели в жизни, и нет никаких занятий особо, поэтому вам так тяжело. А даже если есть занятия, у вас просто нет жизненной энергии. А жизненную энергию подчеркнуть можно из книг интересных, из каких-то занятий совместных, либо семейных, либо если вы не семейный человек, то друзья есть. Если нет друзей, или вы с ними не особо общаетесь, не доверяете никому, то есть разные кружки, где такие же одинокие люди занимаются чем-то. Есть разные кружки. И, в общем, уйма занятий, лишь бы было желание. А просто ныть, сидеть, вот это вот, можно каждый день, и на день по 10 раз. Все мы это любим, просто нужно в определенный момент себя отталкивать, так сказать, отдергивать. И если вы это не можете сами сделать, нужно займеть того человека, который будет делать это за вас. Допустим, в моем случае это молодой человек. И я иногда брюзга такая, что буду жужжать и бухтеть на него из-за того, что мне не нравится, что он на меня трындит. Но потом я ему благодарна за это. Ничего не дается легко в этой жизни никому. Даже если он скажет, что ему далось что-то легко. Мне снова придется монтировать, кучу вырезать. Я в последнее время вообще что-то такая болтливая. Не могу остановиться. Вроде бы вот было мало времени записи, но там уже вырезать и вырезать. Я надеюсь, вам... Снова села камера. Я надеюсь, вам понравились ответы на вопросы. Как всегда, когда закончится ролик, увидимся в комментариях. И задавайте вопросы, какие вас интересуют. Не стесняйтесь, потому что многие пишут мне в личку, а я личку не всегда читаю. Вот в чем загвоздка. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok